3080 Ti 3090 это 12 гигабайт против 24. В плане позиционирования нам ее представили как хорошую замену и апгрейд для RTX 2080 Ti. Обновленные RT и тензорные ядра следующего поколения и более быстрые, больше CUDA ядер и ощутимо большая пропускная способность памяти. Обзор новой видеокарты это всегда интересно, но вот когда карту можно с чем-то сравнить для большей наглядности это всегда еще интереснее. Ну и в сегодняшнем видео мы посмотрим на что способна новенькая RTX 3080 Ti и сравним ее с моей личной RTX 3080. У Ti больше CUDA ядер и на 2 гигабайта больше видеопамяти. Плюс чуть выше пропускная способность памяти из-за более широкой шины, но скорость ее такая же. Из интересного Nvidia рассказали про Nvidia Encoder, это отдельная аппаратная часть в чипе карты еще со времен 2000 RTX, которая обрабатывает видео во время стримов. В том же OBS 3 можно переложить с процессора на видеокарту и нам обещают меньшее падение FPS и при этом такое же или даже чуть лучшее качество. Хотя вспомните, буквально 3-4 года назад на одинаковом битрейте видеокарты выдавали качество видео стрима сильно хуже, чем с кодированием на процессоре. Ну и с трехтысячными RTX Nvidia нам представили программный комплекс Nvidia Broadcast для стримов и для видеоконференций. И здесь задействуется искусственный интеллект, который благодаря RTX ускорению может менять вам фон без всяких зеленых экранов, удалять фоновый шум микрофона и из нового удалять эхо в квартире и видеошумы. У меня RTX 3080 Ti от Gigabyte, модель Gaming OC. Это монстр длиной в 32,5 см, причем радиатор длиннее самой печатной платы. Карта получила небольшой заводской разгон в 45 МГц по сравнению с референсом и улучшенное охлаждение плюс металлический бэкплейт. Для дополнительного питания используется два 8-пиновых коннектора. Ресайз бар на моей старой материнке Z390 с обновлением BIOS появился, но у меня с 3080 Ti он почему-то не заработал. Включаю эту опцию и компьютер перестает загружаться, просто черный экран, поэтому все тесты будут без него. Тестовый конфиг можно будет посмотреть в описании, ну и начинаем с синтетики. Для начала 3DMark Time Spy и здесь нужно сразу отметить, что мой нереференс 3080 идет с чуть более агрессивным заводским разгоном, чем у Gigabyte Gaming OC. У нее не 2,3 8-пиновых коннектора для дополнительного питания и увеличенные лимиты энергопотребления. Это кстати видно по мониторингу. И тут 3080 Ti по тесту графики получается на 10% быстрее. 3DMark Port Royale – это тест с трассировкой лучей. Обе карты грузятся на 100% и в обоих случаях стоит автоматическое охлаждение. Как я и сказал, у Gaming OC заводской разгон чуть поменьше, чем у этой 3080, поэтому и потребляет она примерно на 20 Вт меньше. Но даже несмотря на меньшие рабочие частоты в бусте, 3080 Ti все равно быстрее и по итоговым оценкам разница точно такая же – 10%. Немного рабочего сценария – это Octane Benchmark, и здесь по итоговым очкам 3080 Ti быстрее на 17%. Ну и переходим к игровым тестам и для начала посмотрим на производительность трассировки лучей. Bright Memory Infinite RTX Benchmark, 4К разрешение, трассировка на высоких и DLSS в режиме качества. Тут разница получается около 5%. Assassin's Creed Valhalla и тут самый максимальный пресет настроек, я даже не отключал высокое сглаживание в 4К, поэтому нагрузка на оба чипа очень высокая. Ну и напомню, что у Ti-ки частоты на архитектурном уровне чуть ниже, чем у 3080. А у меня она получается еще с чуть более агрессивным заводским разгоном, поэтому разница еще больше. Но здесь в начале бенчмарка частоты максимально приближены, как и должно быть, и здесь, на мой взгляд, разница должна быть самой наглядной. Учитывая мощности и ценники на такие топовые карты, я специально выбрал для сравнения 4К разрешение. Тут они задействуются на полную. Но учитывая такую высокую нагрузку, показатели FPS и разница между ними будет не такой большой, как скажем в Quad HD. Поэтому опираться стоит именно на разницу в процентах. И тут во время теста разница в среднем 4-5 FPS или примерно 7-10%, но итоговые оценки показали почему-то чуть меньшую разницу. Forza Horizon 4. Здесь тоже 4К, самые высокие настройки и даже 4-х кратное MSA и сглаживание. Тут разница в частотах тоже не сильно большая, поэтому можно наглядно сравнить производительность карт. По итоговым оценкам разница около 7%. DSGUN, 4К и ультра настройки. Ну и тут примерно та же картина. 3080 Ti со средним заводским разгоном потребляет под 350 Вт. А обычно 3080 с повышенным TDP потребляет около 370 Вт. По температурам обе карты в корпусе с хорошим продувом не греются выше 70 градусов, и я считаю это отличный показатель. Тут разница в частотах около 90 МГц, но в 4К эти 90 МГц почти никакой разницы не дают. Это в максимум 3-4 FPS. Ну и в DSGUN разница получается около 5-6 FPS или около 7%. Resident Evil Village, и здесь максимальные настройки без трассировки лучей. Тут обе карты выдают больше 100 FPS, и разница уже чуть побольше, около 10% в среднем. Ну и Cyberpunk. Я установил пресет со средней трассировкой лучей, и DLSS привел в режим качества. Вся остальная графика на ультра. Я решил немного поменять тестовый участок, и здесь не получилось в открытом мире записать прям один в один, чтобы одинаковые сцены были. Но примерно видно, что разницы практически нет. В этой же сцене мы посмотрим на качество охлаждения Gigabyte Gaming OC. Во втором режиме в корпусе с хорошим продувом карта греется меньше 70 градусов, и вентиляторы при этом крутятся меньше 2000 оборотов. Для таких небольших вертушек это немного, поэтому и в плане шума я намерил около 45-48 дБ в 30 см от открытого корпуса. По нагреву на бэкплейте, который тоже пассивно отводит тепло через термопрокладки, максимум, что я видел, было около 65 градусов. Подводя итоги, если сравнивать среднеценовой нереференс 3080 Ti и топовый нереференс 3080, получаем разницу в 7-10%. По крайней мере сейчас, когда карта только вышла, возможно в будущем драйвера еще допилят. Ну а если брать нереференс одинакового уровня, то разница будет около 10-15%. Если разница в цене будет те же 10-15%, то это прям вполне отличная альтернатива. По сравнению с аналогом из прошлого поколения, этот 2080 Ti нам обещает вообще там до 40%, но опять же нужно смотреть реальные тесты, свежие. Тут опять же новая атишка выглядит как вполне себе такой неплохой апгрейд. Охлаждение от Gigabyte Gaming OC показало отличные температуры и при этом невысокий уровень шума. И тут напрашивается дополнительный ручной разгон, но к сожалению он тут крайне ограничен. Лимит энергопотребления здесь повысить нельзя. А это значит, сколько бы вы там частоту сверху не накидывали, она все равно будет снижаться, чтобы удерживать карту в рамках ее там заданных 350 ватт. Я попробовал немного поднять напряжение и добавил на карту плюс 60 МГц, выше она не взяла. Но в 4К разрешении это дало всего 2 лишних FPS. В общем тут производитель намекает, что если хотите поразгонять, то есть линейка Aorus, там Aorus Extreme, вот там уже можно поиграться с TDP. Напишите, насколько вам понравилась новая 3080 Ti, не забывайте оценивать это видео, ну и увидимся в следующих обзорах. Всем пока!